Друзья, это Самогон ТВ, с вами Алексей. Сегодня у нас классная такая тема, что подарить самогонщику на праздник. И разные варианты на разные бюджеты. Поехали! Друзья, это Самогон ТВ, с вами Алексей. На этом канале мы делаем самые лучшие напитки, так чтобы ваши друзья попросили бутылочку в подарок. И, конечно, делаем обзоры самогонного оборудования и все, что с этим связано. И меня сейчас начали в преддверии праздников очень часто спрашивать, что подарить самогонщику на праздник. На день рождения, на Новый год, на 23 февраля, на 8 марта у нас есть девушка-самогонщица. Большой привет! Поэтому в любой момент может потребоваться такая. Вы просто едете в гости, давно не виделись, хотите порадовать человека. И, конечно, у всех бюджет разный, поэтому давайте, исходя из реальности, посмотрим разные подборки, которые я сделал для вас, что можно подарить самогонщику. Самый простой. Вообще, вот идете в гости до 150 рублей по цене, там, не знаю, трех бутылок отечественного, одной бутылки импортного пива. Настойка. Вот такая, например, или такая. Или вот такой набор, вот, имбирно-лимонная. Где внутри есть полный набор, что нужно настаивать, инструкция и так далее. Красивый графинчик 0.5 с пробкой. Ну, меня сейчас под рукой нет, сейчас вот здесь появится. Бентонит. Это такая мелкодисперсная глина, нужна для того, чтобы осаждать, например, вино или брагу осадок. И для того, чтобы брага и вино были прозрачными. Тоже полезная штука. Спиртометр 0.96 тоже сейчас здесь появится. Вот такие простые подарки можно порадовать. Поверьте, все то, что я сказал, пригодится и порадует вашего юбиляра или, так сказать, принимающей стороны, когда вы идете в гости. Если у вас бюджет уже побольше, 300-500 рублей, то здесь можно уже, например, взять щепу для настаивания. Не то, что так простую, например, да. Вот у меня щепа для настаивания из Шотландии, из шотландских бочек, из подвиски, да. То есть в этот бюджет входит. Можно взять большой пакет щепы, надолго хватит. Там кубики, палочки дубовые. Сейчас вот это все здесь появится. Можно взять уголь для очистки. Березовый, кокосовый. Для того, чтобы чистить самогончик. Можно взять набор настоек. Например, там три настойки взять. Вот такой вот набор красивый сделать. Например, имбирно-лимонная, там джин какой-нибудь, там вермут и так далее. Можно взять, подарить дрожжи. На этот бюджет уже можно подарить дрожжи. Тут у меня вот некоторые остались, которые я еще не попробовал. Ну, совершенно разные дрожжи. Сейчас здесь появится много разных дрожжей, которые можно подарить. Там английские, шведские, быстрые, небыстрые. Можно даже подарить большую пачку белорусских спиртовых дрожжей. И все будет хорошо. Дивертор или переходник на кран. Сейчас здесь появится. Мечта хозяйки. Друзья, действительно, у кого нет такого дивертора, вы купите себе, подарите. Это очень классная штука. Его не надо снимать с крана. Сохраняется функциональность крана. И в то же время можно, когда вы гоните самогон, на аппарат направлять в воду. И даже в момент перегонки быстро переключили, сполоснули руки, тарелку и включили обратно. Ничего страшного не пройдет. Цилиндр. Вот у меня такой 500 мл. Такие же бывают 50, 100, 250. В зависимости от того, какой бак у юбиляра. То есть можно маленький, побольше и так далее. Можно просто подарить нержавеющую воронку. Сейчас здесь появится. То есть вот это подарки от 300 до 500 рублей, которые тоже полезны, порадуют вашего самогонщика. Если у нас уже бюджет 1000, здесь у нас уже серьезный такой, может быть, набор ориометров. То есть 0,40, 40, 70, 70, 100. То есть весь спектр можно будет спиртуозности напитков своих и спиртосорца измерять. То даже можно в этот набор добавить, например, виномер, сахаромер. Для того, чтобы было, так сказать, удобно с брагой еще работать. Можно стеклянный попугай. Сейчас здесь появится. Это средство непрерывного контроля спиртуозности. То есть очень удобно, когда самогонщик из аппарата вытекает. Мы всегда видим спиртуозность или спиртосорез. Всегда видим спиртуозность. У нас спиртометр, ариометр плавают в этом попугайчике. Нам всегда показывают один взгляд, и мы сразу понимаем, что у нас происходит в перегонке. Можно подарить книгу о самогоноварении. Разные совершенно книги есть. Но лучше подарить мою книгу о самогоноварении, которая совершенно точно скоро выйдет. Потому что она уже готова. И это первый арионанс. Да, кстати, кто хочет заказать книгу, пишите в комментариях свои контакты. И, естественно, со всеми свяжусь. Универсальная система VAX. Сейчас здесь появится ссылка на ролик и изображение этой самой системы. Это классная штука по небольшой цене, которая позволяет быстро делать настойки. Ну, чтобы вам не голословным быть, смотрите, вот у меня, например, колеводосик стоит под этой крышкой VAX. Вот она на вакууме. Там немножко дальше стоит макадамия на стойке и так далее. То есть сам использую, очень рекомендую. Очень приятный подарок. Графин на 3 литра. Такой, типа, ностальгия. Мощный на стол или для хранения настойка на наливок и самогона. Стеклянный. Фильтр для самогона Макарыч. То есть система фильтрации с ацетальдегидами, которая борется. Это специальный пластик, который устойчив к спирту, не растворяется. Да, вот многие мне писали, что мы на домашних фильтрах это все делаем. Там такое большое обсуждение было под видео Макарыча. Сейчас оно здесь появится, ссылка на него. Но потом много было комментариев, когда, что, ребят, я теперь понял, почему у меня такой становится маслянистый, какой-то склизкий домашний. Вот этот фильтр для воды, не буду называть компанию, много этих фильтров. А действительно спирт разъедает. И из-за этого все потом это пьем. Зачем? То есть есть специальный Макарыч, который это решает. Бражная емкость 32 литра с краном, с гидрозатвором, с наклейкой термометром. Здесь сейчас появится изображение. Тоже классная вещь, если до этого у вас самогонщик там знакомый мучился на 19-литровых бутылках, еще на чем-то там, не знаю, в бидонах брак уделал. То есть будет ему приятно и удобно. И термометр сигнализации тоже здесь сейчас появится. Что это такое? Это цифровой термометр, на котором выставляется температура, после которой он начинает кричать, пищать, визжать и привлекает внимание самогонщика. То есть вот эти подарки до 1000 рублей. Если вы что-то знаете, до 1000 рублей тоже полезно, в комментариях, пожалуйста, пишите и не забывайте, аккуратно, стеклянно. И не забывайте вот здесь нажимать кнопку подписка, колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Самые смелые нажимайте на кнопку спонсировать и поддержите канал, получите бонусы. Если бюджет до 2000 рублей, то есть от 1000 до 2000. Зерновые наборы. Есть специальные зерновые наборы, сейчас здесь появятся, в которых есть молотые, не молотые, а дробленые уже зерно, дрожжи, инструкция, что с этим делать. Можно сделать виски, бурбон, полугар и так далее. Такие же, кстати, пивные наборы есть, если увлекаются пивом, можно так порадовать. Можно взять уже готовые сусла, чтобы не мучиться с этим осахариванием. Это не то, что мучиться, это интересный процесс. И один раз, в любом случае, стоит это сделать. Но, если времени мало или таких наборов нет, то есть готовое сусло. То есть в канистре, сейчас здесь появится, есть специальное сусло, готовое для виски, бурбона, полугара, есть ржаная водка, все что угодно. И берете вот это сусло, берете висковые дрожжи, которые любят кушать зерно. И вот такой наборчик у вас получается для производства напитка. Банка с гидрозатвором 10 литров или бутыль 15 литровый стеклянный для приема готового сырья. Очень полезная штука в хозяйстве для самогонщика, очень радостная. Потому что многие, когда меняют эти баночки, где-то что-то отвлеклись и половина продукта убежала на пол. Во-первых, опасно, во-вторых, обидно. Угольная колонна нержавеющая сейчас здесь появится. То есть уголек туда засыпали и, соответственно, профильтровали самогончик. Попугай нержавеющий. Мы обсуждали, что это такое, вот как он выглядит. Он может быть на банку, он может быть настольный. Но это вот навсегда. И стеклянный есть еще шанс разбить. Нержавеющий попугай навсегда, его там хоть трактором переедете, ничего не будет. Бочка с крышкой на кольце. То есть 48 литров, 127 литров, есть 35 литров, разные бочки такие. Вот здесь тоже появится одна из них. Пищевой пластик, врезается туда кранчик, врезается термометр или наклейка, врезается туда гидрозатвор. Отличный подарок, очень удобный. Рефрактометр. Это дорогой спиртометр, если бытовым языком говорить. Который очень точно позволяет понять спиртуозность. Берете капельку, пипетка в комплекте, на стекло закрыли, посмотрели на свет и поняли, как это происходит. Можно вот какое-то подарочное издание, уже в этом бюджете можно подарочную книгу до 2000 найти. Например, я дарил «История водки», то есть во всем мире. Очень классно оформленная, крутая просто книжка. Или там виски, да, и там тысячи видов виски со всего мира. С описанием, с классными иллюстрациями, с историей. То есть вот те, кто любит, например, определенный напиток, подобрать такую книгу, это очень классный подарок. Вообще книга лучший подарок, вы знаете, в России живем. Всем, кто за пределами России смотрит канал, большой привет. Я вас люблю и молодцы, там тоже распространяйте, очень приятно. Я смотрю по статистике, там у нас Германия, Украина, Польша, Беларусь, естественно, Казахстан и так далее. Узбекистан, много друзей, которые смотрят и поддерживают наш канал. Спасибо. 3 тысячи рублей. Ребят, 3 тысячи рублей уже можно разгуляться. Банка с гидрозатвором, краном 28 литров. Вот смотрите, сейчас будет ссылка на обзор этой баночки. И в видео про быструю брагу, как раз в этой банке я и делаю. Там классно все видно. Это классная банка, кстати, для виноделия, для пивоварения. Все видно, весь процесс, здорово. Диоптер. Что это такое? Стеклянная такая штука. Ну вот здесь вот маленький встроенный диоптер. Вообще на 2-1,5 дюйма, если колонного типа аппарат. Либо если это аппарат-дистиллятор, но там есть разъем на 1,5 дюйма. Сейчас много в современных аппаратах такого есть. Туда можно поставить диоптер и видеть, нет ли забрызгивания, что не пенится ли брага и так далее. Что вообще происходит. Очень полезная вещь. Джин-корзина. Вот у меня она такая здоровая, промышленная, большая, на 2 дюйма. Бывает маленький, на 1,5 дюйма, бывает меньше по объему джин-корзина. Я вот рекомендую вот это. Это Челябинский завод ее делает. Вот. А это не реклама, просто сам пользуюсь. Здесь объем практически литр и очень удобно. Джин-корзина для ароматизации. И узел отбора по жидкости на 1,5 дюйма тоже в этот до 3000 заходит. Если мы говорим про 2 дюйма, джин-корзина на 2 дюйма и узел отбора по жидкости на 2 дюйма. Или вот такой вот навороченный узел отбора и по жидкости и по пару. Это от VN6, да? Вот. Ну, есть простой узел отбора по жидкости. Вот сейчас я здесь покажу их. Тарельчатого типа вертикальный и есть как бы другой садоохладитель. Вот. Они все уже как бы выше 3000 рублей до 5000 там точно уложите. Что можно здесь еще? Тен с регулятором подарить. Если аппарат с подготовкой под тен, можно туда тен вставить. Есть окошко это, двухдюймовое, например, то можно это подарить. Вот. Но здесь аккуратнее надо смотреть уже согласовать. И, конечно, классный подарок любому самогонщику, винокуру, пивовару. Это дубовая бочка. Дубовая бочка обожженная для самогона, для виски, для полугаров, для бурбонов и так далее. Дубовая бочка, трехлитровая, прекрасно входит до 5000 рублей. Можно и 3, и 5 литров найти бочки. И, конечно, установка очистки спиртосодержащих жидкостей 10. Сейчас вот здесь на нее будет ссылочка на ролик с ее обзором. Тоже классная вещь. Она не только очищает как бы спирт-сорец или самогон готовый, она еще может перекачать брагу и может снабжать ваш аппарат водой, если вы где-то там, где нет водопровода, и вы хотите замкнутый цикл или экономите воду. А электричество не экономите, потому что оно от электричества работает. Следующий наш порог – это до 7000 рублей. Что здесь можно? Можно вообще подарить простой самогонный аппарат. Возможно, ваш юбиляр не самогонщик, вы хотите его приобщить, сделать так, чтобы он насладился вот этим хобби. Что-то сделал руками, напитки свои сделал, это здорово. Поэтому простой качественный самогонный аппарат до 7000 можно покупать. Пожалуйста, не покупайте за 2-3 тысячи аппараты, которые сделаны из неизвестной стали, неизвестными товарищами за пределами Российской Федерации, которые могут быть просто опасны, а потом вашего юбиляра расстроят, потому что они проржавеют через год и непонятно, что с ними будет. Поэтому покупайте качественно нормальные аппараты из 304-й нержавейки, с клапанами безопасности, чтобы все было сделано, нехорошая варка там была, чтобы все было хорошо. Индукционная плита 2 кВт спокойно заходит в до 7000 рублей, можно классную плиту. Например, я вот видел недавно 5900 iPlate YZ-T24, по-моему, называется. Был обзор на эту плиту, вот здесь сейчас будет ссылочка. Классная плита именно для самогоноварения, потому что там по 100 Вт есть регулировка на всем протяжении мощности. Понятно, что от 1000 там безимпульсный режим, но все равно по 100 Вт регулируется, и это удобно. И дубовая бочка 10-25 литров, то есть больше 7000 можно хорошую бочку взять. Понятно, что это не будет какой-то испанский дуб там или американский, но из нашего нормального дуба прекрасную бочку можно взять. Вот такие подарки, пожалуйста, пишите в комментариях, какие еще подарки, на какие суммы классные. И вообще, что бы вы хотели, чтобы вам подарили на праздник, на Новый год, на день рождения, на 23 февраля, на 8 марта, девушкам-самогонщицам, не знаю, на День России и на другие праздники. Пишите, что вы хотели бы вам, чтобы подарили, и что вообще думаете, какой самый лучший подарок самогонщику. С вами был Самогон ТВ, это Алексей. Быть добру, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»